Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили шокирующие новости о известном певце Юрии Шатунове. Больше года миллионы поклонников любимого артиста стремились узнать истинную правду о смерти Юрия Васильевича и услышать имя главного виновника трагедии. И наконец-то справедливость победила. Вчера вечером телеграм-канал «Криминальная Россия» и известные российские артисты Олег Газманов, Лев Лещенко и Александр Розенбаум, которые активно помогали следствию и искали убийцу Юрия Шатунова, сообщили шокирующую новость. Вчера вечером в Москве трагически погиб в результате пулевых ранений главный виновник смерти Юрия Васильевича Шатунова, исполнитель преступления, тот человек, который был с артистом в последний вечер его жизни 23 июня 2022 года, известный московский предприниматель Юрий Сергеевич Бузина. Программа «Криминальная хроника России» сообщила полные подробности происшествия. Долгое время для миллионов российских зрителей официальной причиной смерти Юрия Шатунова была сердечная недостаточность. Однако еще в июле прошлого года с помощью медицинской экспертизы было установлено, что Юрий Васильевич скончался в результате повышенной дозы медицинского препарата фенозепана. В день своей смерти 23 июня 2022 года Юрий Шатунов отправляется на подмосковную турбазу на рыбалку в компании трех известных бизнесменов, среди которых находится и Юрий Бузина. С помощью записи видеокамер и словам очевидцев события было установлено, что весь день Юрий Шатунов чувствует себя отлично, купается, загорает и рыбачит, и в момент праздничного ужина его ничего не беспокоит. Однако спустя несколько минут после начала трапезы Юрий Шатунов хватается за сердце и идет в дом с помощью своих знакомых. Именно этот человек, на которого опирается Юрий Шатунов в момент смерти, является убийцей Юрия Васильевича, предпринимателем Юрием Бузиной. Камеры видеозаписи зафиксировали, что за 20 минут до трагического происшествия, пока Юрия Шатунова нет на месте, Юрий Сергеевич Бузина добавляет в напиток артисту сильно действующий яд. Уже позже знакомые Юрия Шатунова вызвали машину скорой помощи и артист скончался через несколько часов в результате отравления. Однако Юрию Бузине не удалось уйти от справедливого возмездия и спустя год после смерти Юрия Шатунова он также трагически погиб. За все это время Бузину несколько раз арестовывали, но потом отпускали на свободу в связи с отсутствием точных доказательств. Однако два дня назад на Троекуровском кладбище около могилы Юрия Шатунова произошло шокирующее событие, которое стало причиной смерти Юрия Бузины. Работники Троекуровского кладбища заметили, что незнакомый мужчина выполняет необычные действия около могилы Юрия Шатунова. Он пытался подкопать землю и что-то подкрутить к металлической ограде, сообщает администрация кладбища. После того, как охрана кладбища подошла к незнакомому мужчине и попыталась его задержать, он повел себя крайне неадекватно, выхватил пистолет и начал стрельбу. В связи с невозможностью задержания и агрессивными действиями преступника, охрана кладбища применила оружие, в результате чего Юрий Бузина погиб в результате огнестрельных ранений. По словам полиции, Юрий Бузина мог готовить террористический акт. Хорошо известно, что 6 сентября в Москву приезжает семья Юрия Васильевича. Она отправится на Троекуровское кладбище, ведь 6 сентября будет 50 лет со дня рождения известного певца. Теперь, по данным полиции, после смерти убийцы Юрия Шатунова осталось разыскать заказчиков преступления, тех людей, кому была выгодна смерть Юрия Шатунова. В заключении можно отметить, что Юрий Шатунов погиб в результате отравления, которое планировалось не один день и было долгой работой пока еще неизвестных заказчиков преступления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...